Восемь команд конкурсантов, представляющих самарские транспортные предприятия, показывают, как они на практике помогают добраться до пунктов назначения людям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого они вытягивали билет, в котором написано, кому оказывать помощь. Команде водителя трамвая Дмитрия Данченко нужно было посадить в салон незрячего. Выполняя рейсы, он часто помогает именно слабовидящим людям. Также Дмитрий всегда готов прийти на помощь и вне рабочего времени. Мы должны помогать людям с ограниченными возможностями в любой ситуации, какая бы ни была. Будь то садиться в трамвай, в автобус или же что-то где-то лесенки преодолеть. Это, мне кажется, это должно быть. А перед тем, как приступить к демонстрации умений на практике, конкурсанты сначала сдали тест на теоретические знания. В каждом билете у участников было по семь вопросов о том, как правильно помочь человеку с ограниченными возможностями здоровья. Само соревнование организовали специалисты городского ресурсного центра по формированию социальной среды для инвалидов и городского департамента транспорта при поддержке фонда президентских грантов. Можно выйти из ситуации таких негативных с пассажирами, применяя самые элементарные вещи, допустим, язык и этикет, правильное обращение, как оказать помощь, как помочь подняться на ступеньку автобуса, как работать с коляской, что делать с человеком, который не видит, как быть с человеком, у которого ходунки. И оказалось, что вроде бы все просто, но пока не попробуешь, говорят, не поймешь. Также в рамках реализации президентского гранта общественники организовали ряд учебных лекций. Составили несколько десятков паспортов остановок общественного транспорта, где описали неудобства и то, как их исправить. В апреле проведут городской форум о транспортной доступности для инвалидов. Там же и наградят победителей конкурса. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.